Большие проблемы маленького села. На фоне обсуждаемого в Госдуме законопроекта об отмене самого близкого к народу уровня власти, Советов сельских поселений не лишним будет взглянуть на то, как сельчане добиваются от власти решения хотя бы небольших проблем. Вот вам яркий пример село Китайлы Любинского района, жители которого обратились к депутату законодательного собрания от КПРФ Константину Ткачеву. Коммунист приехал, а глава района господин Архимежанов встречу с людьми проигнорировал. Вот и вся разница. Жить можно, есть газ и вода уже немаловажно, говорят местные жители. Но и проблем предостаточно, где главной является медицина. Три месяца нет фельдшера, а у нас и новорожденные, у нас и пожилые, у нас и инвалиды. Поэтому действительно нам нужна и скорая, которой уже больше полгода нет. И фельдшер нужен. И аптека. Ну, при фельдшерском пункте у нас должна быть аптека. Но раз нет фельдшера, значит нет и аптеки. То есть здание есть? Здание есть. Здание есть и здание хорошее. И все необходимое есть там, которое для первой помощи. Но нет самого человека, который все это сделал бы. Понимаете? А у нас там очень много инвалидов есть. И новорожденные есть. И дети дошкольного возраста есть. Школьники есть. Хотелось бы, чтобы у нас был свой терапевт, хотя бы чтобы раз в месяц, раз в месяц политоотдел Китайлы обслуживал просто терапевт, который можно было привезти к больным бабушкам. Просто посмотреть их, просто обслужить их, там где-то выписать рецепты и все. Нам, мы же многого такого ничего не требуем. А многого и не получите, уверяют местные депутаты. Бюджет нищенский хватает едва на зарплату чиновникам. При этом Любинский район – рекордсмен по голосованию за Единую Россию. Видимо, главе района Абаю Ракимжанову это важнее, чем жизнь простых людей. Очень тяжелое, очень тяжелое настроение. Потому что год от году вот все хуже, нет просвета никакого. Ну, хоть где-то, чтобы какие-то хоть улучшения были, чтобы чему-то порадоваться. Нет, нет этих улучшений, очень тяжело жить. Что я могу? Бюджет увеличить? Я не могу этого сделать, да? Поэтому хотелось бы, да, дорогу и до конца асфальтировать. Но есть бюджет, есть рамки. Я неправомочен в этих вопросах. Единственный магазин не оставляет киталинцам выбора, а значит цены здесь высокие, признаются люди. Нет в деревне ни отделения Сбербанка, ни банкомата, а на редкоприходящем автобусе много не наездишься. Остановка от края деревни в нескольких километрах. Так и живут в потемках, в прямом и переносном смысле. Вот здесь еще свет горит, а там дальше уже нету. Все. То есть ни одного фонаря нет, уличного? Нету, нету вообще темень. А куда-то обращались вы к этому вопросу? Ой, да мы постоянно обращаемся. И к старому председателю обращались уже и к новому. И что-то бесполезно. Кое-как вот мусорку одну поставили. А то мы и платили за мусор, а мусорки-то не было. Так что нам нужен свет. Мы идем вот таким сумками, у нас руки все опухшие. Вот таким сумками мы идем. Тяжело. Руки, приду, у меня давление высокое. Дышать мне нечем. Мне тяжело, но неужели вот тут нельзя остановку? А вам далеко от остановки до дома? Нет, вон, я вон рядышком. А вот ем далеко, а ем туда. За любой необходимостью в райцентр со своими бедами туда же. Реформа местного самоуправления лишает жителей села возможности нормально жить и верить в лучшее. Как показала эта встреча, глава района на сход граждан не приедет. Наверное, отмахиваться от чужих проблем ему сподручнее. Ведь главное для таких, как Аркимжанов, красиво отчитаться перед губернатором. Константин Ткачев, Александр Филиппов, Абком ТВ.